Господа, давайте прекратим заниматься самообманом. Пришло время стратегического планирования и развития отечественной экономики. Собственно, ключевой вопрос, который стоит перед страной, какую модель дальнейшего экономического развития и социального взять за основу. Как, собственно, обеспечить устойчивый рост в экономике? Эти темы в конце этого месяца будут обсуждаться на Столыпинском форуме, который пройдет 29-30 марта в российской столице. Каким может быть стратегический выбор России? Об этом прямо сейчас говорим с нашей гостьей. Ко мне присоединяется Анастасия Олегновича. Анастасия, здравствуйте. Здравствуйте. Так действительно, может быть, выработают эксперты, политики? У вас же огромное количество. Я посмотрел участники. Меня, уж простите за подобный термин, аж пришибло. Ну, очень представительно. Вот вы искренне надеетесь, что на этой площадке, на этом первом Столыпинском форуме, можно будет найти консенсус? Вы знаете, мы не оставляем попыток найти консенсус с нашими действующими чиновниками в правительстве, действующими чиновниками в Центральном банке. Бесконечную такую ведем работу по разъяснению, объяснению, потому что как раз секрет всех успешных стратегий мира и вообще стран, совершивших экономический рывок, это как раз консенсус элит. А если у нас Центробанк видит свою картину мира, Минэк свою, силовики свою, социальную картину мира будущего Российской Федерации, то мы ни к чему не можем прийти. К сожалению, все начинается действительно с общего видения. И вот то, чем вы закончили сейчас, цитата ключевая, что пора перестать обманывать самих себя, признать некоторые факты, которые, в общем-то, нам стали абсолютно ясны по прошествии этого даже года, победоносного года над инфляцией, над сбалансированностью бюджета. Это путь никуда. То есть нужно это признать. Нужно это признать. Это тяжелое очень решение, но в связи с новым политическим циклом, в связи с тем, что мы все-таки ожидаем какие-то, в общем-то, кадровые решения и обновления состава и в правительстве, и, может быть, в структурах Центрального банка, мы рассчитываем, что все-таки это смелое решение будет принято, потому что очень, в общем-то, опасно сейчас затягивать это решение. А вот смотрите, чтобы было нашим зрителям понятно, пройти точку невозврата. Я прошу прощения, что вас перебиваю. А опасность в чем? Вот никогда идут разборки, да, там, в политическом, экспертном или бизнес-сообществах, считать ли нынешнюю ситуацию макроэкономической стабильностью или, на самом деле, пустыни, которую вы осознанно своими руками создали, да? В чем опасность для наших зрителей? Опасность в дальнейшем падения уровня и качества жизни наших людей. А это отток не только капитала, это отток мозгов людей, не только гениальных ученых, а на среднем уровне. Не секрет, что сейчас уезжают даже талантливые школьники. Семьи стараются их вывести и дать образование уже зарубежное, чтобы закрепиться там и жить там. По нашему опросу, на самом деле, для нас было откровение, то, что 70% наших граждан, мы опрашивали и госслужащих, и бизнес, и простых граждан, 70% людей не могут планировать свое будущее. Понимаете? Из-за текущей экономической ситуации. 70% они ответили, что мы не можем планировать свое будущее, будущее своих детей. А о какой борьбе с коррупцией может идти речь вообще? И о добросовестном поведении чиновников, если ты не знаешь, что будет дальше, да лучше... А о каком борьбе с конвертами, вот, зарплатами, да, если человек не знает, что будет дальше, да лучше он согласится на конверт. О каких инвестициях микро-малого бизнеса, крупного бизнеса мы ведем речь, если мы не понимаем своего будущего? Понимаете, это кошмарная цифра. И вторая цифра, которую нам подтвердил этот опрос, это 47 тысяч респондентов, это огромная выборка по всей стране, она абсолютно получается репрезентативна. Это то, что людям задали вопрос. Вероятнее всего, от чего зависит доход вашей семьи? И дали варианты ответов. И 65% респондентов сказали, от наличия у правительства четкой экономической программы... 65%. 65%. От снижения налогов и от создания новых рабочих мест. И только на четвертом месте там где-то оказался ответ по инфляции. Потому что, ну, все мы ходим в магазин, условно, да, то есть и видим, особенно и средний класс, и в малых городах России, насколько выросли цены. То есть вот эта победоносная борьба, да, которая закончилась этими процентами, ничтожными по инфляции, не принесла ничего людям, ну, если разобраться еще, как она считается, да, по продуктовой корзине, куда входит морковка, картошка, свекла, и условно ЦБ не стесняется об этом писать, и говорить, и строить свои отчеты. Ну, более того, даже с трибуны Государственной Думы рассказывают. Плодовое овощное какое-то, да, такой доклад. Про индексы Оливье и всего остального. Да, да, да. Вы понимаете, ну, то есть это... Мы в каком веке живем? То есть и люди что, не ходят в магазин, они не видят, сколько это стоит? Понимаете, и самое страшное, вот дальнейшее сползание уровня жизни людей. Это сразу же, то есть это тоже доказательный факт. А это же и патернализм тут же возникает и усиливается. Усиливается, но люди этого сами по себе не хотят. Их, получается, к этому, по сути, подталкивают. Более того, подталкивают в том числе сейчас ситуацию вот в невозвратный такой, в общем-то, рубеж. Это наша демографическая ситуация. Давайте разберемся. Вот мы недавно выпустили аналитические обзоры. На этом мы поговорим на Столыпинском форуме. Мы надеемся, Рошаль будет эту секцию модерировать именно по социальной политике государства. Вот этот уровень и качество жизни, это экономия на социальных расходах, да, любой ценой номинальные-то затраты падают на образование, здравоохранение. Мы подталкиваем себя в демографическую яму именно по смертности трудоспособного населения. Вот президент об этом, наконец, сказал, вот в рамках обращения, да, сказал очень четко, очень честно, да, то есть он признал эту проблему. Но что делать с этим, понимаете, да, то есть наш уважаемый социальный и финансово-экономический блок не видит выхода из ситуации, кроме как повысить пенсионный возраст. Ну вот, ну что это за... Если у вас умирает трудоспособное население, вы теряете, вот, фактически, это прямые потери для экономики, если уж они так цинично... Ну, поэтому Орешкин сегодня и заявил о том, что старики должны работать. Вы когда достигнете пенсионного возраста, сказал, Максим, да, дальше работайте. Есть два тоже вот в пользу такого замечательного предложения. Есть рабочие места под людей старшего возраста? Нет в экономике сейчас достаточного количества рабочих мест. Нет. А до какого возраста у нас здоровая жизнь продолжается? Да мы отстаем там на уровне африканских стран. То есть есть в этой теории, да, понятие здоровая... Продолжительность здоровой жизни. Когда человек не болеет, он занимается работой, карьерой, обучением, детьми, семьей и так далее. И третий аргумент, а кто сейчас сидит с детьми? Молодые пенсионеры. Молодые пенсионеры поддерживают работающую семью, потому что в детский сад не отдашь продленки, уроки и прочее. Все стоит огромных денег. Денег на репетиторов и нянечек не хватает. Понимаете, да? То есть и вот этот бухгалтерский подход к собственным людям, к которому их подталкивает экономическая ситуация, куда они сами себя и завели, ну извините, это даже уже не шизофрения, это что-то гораздо хуже. То есть если эти люди... Ну это какой-то медицинский диагноз. Ну то есть они искренне заблуждаются, ну это тогда большая проблема. Если они сознательно это делают, это еще большая проблема и угроза уже безопасности государства. И в рамках Столыпинского форума у нас первый день будет посвящен стратегиям, разбору успешных стратегий стран. Приедет представитель Бразилии, приедет малазийцы, Сингапур, даже казахи приедут. Вот стыдно сказать, но Казахстан нас обогнал уже и по уровню доходов на население, и по снижению зависимости от сырья. Я в курсе этого. Я знаю, что фирмы из Новосибирска, Омска регистрируются теперь в Казахстане. Вы понимаете, ну как, это маленькая экономика с гораздо большими проблемами в части коррупции, кумовства и прочее. Вот о чем нам говорит зачастую блок. Они победили и в части уголовки, и контроля надзора, там радикальное сокращение давления. Вот приедут нам коллеги рассказать, как они совершили это чудо. Модерирует эту секцию Идрисов Александр Борисович, вот наш единственный стратегический консультант в Российской Федерации. Вторая пленарка – это призыв, в общем, вот такой, «Россия, пора предпринимать». Будут представлены и крупные предприниматели, как Олег Дерипаско, Борис Титов, да, наш кандидат, кто, собственно говоря, пошел на выборы для того, чтобы обратить внимание самых широких слоев населения на стратегию роста. В рамках второй пленарки мы еще раз раскроем, какие основные рецепты и рекомендации могут быть для нас, для нас, для Российской Федерации. Будет работа в секциях, налоги, кредиты, социальная сфера. Конечно, по направлениям. А второй день мы хотим вернуться опять к главной нашей проблеме. Это взаимодействие государства, бизнеса, общества и объединение вокруг одной единственной цели. Снова разворот на рост, на экономический рост, на рост уровня и качества жизни. Вот это, получается, Анастасия, основа. Это основа. Которая нас должна консолидировать, всех. Экономистов, финансистов, политиков, бизнесменов и обычных граждан. Мы на это надеемся. А вот на чем базируется-то ваша надежда? Вот приедут сингапурцы, малазийцы, да, представят свои концепции, как они решали. Казахи приедут, да? Затем на второй день вы обсудите вот эти более фундаментальные вопросы, я так же сказал, парадигмы, да, дальнейшего развития. Мы надеемся, что Лавров примет участие, да, тоже в первой пленарке. Да вот с Лавровым-то, наверное, меньше всего будет противоречий в этой дискуссии. Но кто вам сказал, что те люди, которые сейчас сидят в своих креслах и отвечают за экономику и финансы, это персонально, у нас все персонифицировано в стране, они вас услышат, они услышат другое мнение. Вот я хочу, чтобы они услышали, но вы мне наивному скажите, на чем это будет основано? Ну, первый, конечно, основной сейчас аргумент, это ужесточение и гнет внешний, да, под которым оказалась наша политика и наша экономика. И конкретно эти люди, и семьи этих людей, кто сейчас принимает решения, это, безусловно, с одной стороны, огромная угроза, огромная угроза, с другой стороны, все-таки, ну, можем вспоминать ряд русских поговорок, наших традиционных, но все-таки, на наш взгляд, это все-таки есть надежда. Гром грянул, вы хотите сказать. Гром грянул, грянул в полном объеме, мы еще подождем, вот сегодня-завтра, какие новости могут случиться. И мы надеемся, что это все-таки вот эту полемику, дискуссию замкнет на реальные цели и задачи. Сейчас те, кто сидит в кабинетах, не обращают внимания даже на, фактически, послание президента. Вот по нашей информации, прямое, четкое послание, в котором прозвучали фактически цифры, ключевые показатели эффективности, да, на которые мы все должны работать, из стратегии роста. Это темп экономического роста, не ниже среднемировых. Это расходы на социалку, здравоохранение, образование. Это доходы населения, пенсии, ну и так далее. Понимаете, да? То есть это не вызвало ничего, кроме шуток и смеха и полемики, что давайте нам реальные какие-то поручения, и мы тогда будем их исполнять. Только после этого. Вы понимаете, да, то есть в каком состоянии сейчас у нас вот лебедь, рак, щука, то есть ожидание, чемоданное настроение. Мы сегодня об этом показывали и рассказывали нашим зрителям. Министр финансов Силуана в Томске, он выступал перед студентами, кстати, очень приличного университета. Томск всегда отличался своей наукой и вузами. Он открыто сказал, Анастасия, поручение президента малоисполнимо. Он уже открыто об этом сказал. Он исполнитель. Вот у меня в связи с этим вопрос. А как это вообще в принципе возможно? И опять же бьется со здравым смыслом. Как? Как? Ну вот представим любую структуру, твой руководитель говорит, вот это кипяй, это наша общая цель. Как можно не выполнить, уже даже не начать выполнять, просто сказать, это невозможно, и скинуть эту задачу, списать с повестки. Государственной повестки, понимаете? Я могу сказать, как обычно в такой ситуации пишется заявление по собственному желанию. Обычно, да. Сейчас мы не понимаем, честно говоря, ситуацию. Мы надеемся, опять же, что в этом, буквально в начале политического, нового политического цикла, все-таки, понимая, что других вариантов и выхода из ситуации у нас нет, как расти. Потому что вот этот мизерный экономический рост, это означает дальнейшее сокращение расходов на образование, здравоохранение, социалку и оборону, естественно, промышленности, национальную безопасность и далее по списку. А мы и так в 10 раз по объему затрат отстаем от США. Если смотреть от ВВП, они направляют на оборонку 50% ВВП нашего. Китай 25%, мы сейчас наших, соответственно, сколько там, 4 с чем-то процента. А я сам соглашусь, анекдотичная ситуация еще и заключается в оперативной отчетности того же Минфина. Я вчера получаю официальное сообщение о профиците бюджета на 250, почти 260 миллиардов рублей за два месяца текущего года. Либо я страдаю шизофренией, либо вы страдаете шизофренией в Минфине. У вас профицитный бюджет. Вы что, старикам-то работающим, не проиндексируете пенсии? Вы зачем вообще вот это делаете? Я уже молчу про вот этот план, который, Анастасия, меня просто сшиб вчера, когда ВЭП опубликал свой прогноз с тем, что 150 миллиардов долларов в ближайшие 4 года они скупят на внутреннем рынке Минфин для пополнения резервов. Я опять задаюсь вопросом, может быть, я чего-то не понимаю в этой ситуации? Или они больше знают? Или вообще что происходит? И обратно в кубышку Кудрина. И туда, и туда, и туда. Орешкин же сказал, мы нарастим ФНБ еще на 50 миллиардов до конца этого года. У меня нет корреляции. Я у всех спрашиваю, слушайте, где, объясните мне, логика? Мне говорят, нет логики. Я знаю одно место, где нет логики. Но этого же не может быть с действующими министрами. Не может быть. Сегодня Миркин, Яков Моисеевич, он будет модерировать секцию количественного смягчения по-русски. Озвучил тоже убойные совершенно цифры, на наш взгляд. Это керетрит, опять же, подтверждение опасного, в общем-то, момента сейчас, в который мы опять же себя загоняем. 30% у нерезидентов облигаций и акций, по-моему, около 50%. 34% по ОФЗшкам, а по отдельным проспектам до 70%. А это подается как глобальная победа в части привлечения иностранных инвестиций. Но это же спекулянты, которые могут обрушить экономику в один момент. То есть это ослабление просто. И вот в связи с этим у нас нет ответа на вопрос, когда мы только начинали работу по стратегии роста, мы действительно последовательно, честно начали отрабатывать аргументацию коллег. И когда мы на один вопрос не нашли ответа ни в международной практике, ни в нашей новейшей истории, ни в прогнозах макроэкономистов с международным именем, то есть и в том числе международной организацией, ни на второй, ни на третий, ну, нам пришлось уже занимать достаточно жесткую, но аргументированную позицию. Мы действительно не понимаем, чем объясняется подобное поведение. Конечно, когда начинаешь с ними разговаривать, они говорят, центральный банк не может отвечать, ну, как единолично, за экономический рост. За него должно отвечать правительство вместе с Центральным банком. За сдерживание роста тарифов Центральный банк, ну, инфляция, да, то есть с учетом вклада как раз, не может отвечать. За это должно отвечать правительство. Так в чем проблема? Так, да, давайте. Сядьте вместе за один стол. Да. Ну вот Полтурович Виктор Мерыч называет эту ситуацию лебедь, рак и щук. Это в очень мягком таком выражении. То есть каждый вроде как защищает ведомственный интерес, бьется за отчизну, за интересы страны. А симфонии нет. Да. А вот все вместе, то есть мы склонны все-таки считать, что действительно единая стратегия отсутствует. И поэтому действительно каждый вроде как честно защищает, ну, Минфин бюджет, ЦБ инфляцию, тянет страну, но так мы долго, в общем-то, не выдержим. То есть инфраструктурные проекты. Но вопрос тогда и к Минэку, и к... А почему же стратегия так до сих пор не появилась единая? Вы в курсе, да? Вот этот 172-й федеральный закон, они уже переносили срок на новый политический, но сейчас уже прошел февраль, то есть они нарушили вообще-то федеральное законодательство. Вообще-то предмет уже там генеральной прокуратуры каких компетентных органов, потому что этот срок зафиксирован в федеральном законе. То есть они его переносили на февраль, получается, текущего года. Уже утвержденная принята, должна была быть стратегия, как раз которой лебедь, рак и щуку эту ситуацию все-таки... А ее как не было, так и нет. А ее даже нет. Фактически речь, я подождите, я хочу это обозначить для зрителей, речь идет о нарушении федерального закона. Я соглашусь с Анастасией, это уже зона деятельности правоохранительных и правоприменительных органов государственной власти, которые могут абсолютно правомочно вызвать нынешних министров, а может быть и весь кабинет министров на самом деле, и задать им несколько вопросов. А, собственно, нарушение-то закона у нас, у нас что, смягчается не исполнением жесткость формулировок? Вообще, конечно, это сюрреализм. Это сюрреализм. Но вы, тем не менее, со своими коллегами такие вот оптимисты. Ну, смотрите, позитив однозначно это то, что прозвучали конкретные, впервые в послании президента, прозвучали очень конкретные и цели, и в части экономики, и в части уровня жизни. И они, по сути, очень близки к тем параметрам, которые заложены в стратегии. Не прозвучал ответ, как мы это сделаем. И вот сейчас мы видим от министров вот такую обратную реакцию в официальных выступлениях. Это официальные должностные лица. Ну, перед студентами ты выступаешь или на совещании сидишь. Какая разница? Ну, позиция, что дайте поручение, или это уже нереально, от исполнительной власти, исполнительная, да, ключевая, да, то есть исполнительная власть. Да. Вот это несколько удивляет. Мы надеемся, опять же, то есть в рамках буквально начала этого нового политического цикла, все-таки вопрос, как прозвучит и кто? Как и кто за это будет отвечать? Очень мне хочется с вами быть полностью согласным и солидаризироваться с этим тезисом. Я считаю, что нынешние чиновники финансово-экономического блока и социального блока, и Центробанка показали свою, ну, простите, никого не хочу обидеть, я все прекрасно понимаю, не так же, как и я с высшим экономическим, финансовым образованием, свою бездарность, бездарность, какую-то сектантскую бездарность, какую-то упертость проводят свои форумы, не при Анастасии будет сказано, не пускают спикеров, которые имеют другую позицию. И еще и считают, что все нормально. Но будем надеяться, что на предстоящем Столыпинском форуме, еще раз скажу, он будет проходить 29-30 марта, которые действительно прозвучат не просто мысли, не просто идеи, а та консолидирующая основа будет выработана, которая будет предложена и реализована в нашей стране. Слушайте, уже хватит говорить, пора переходить к делу. Мировая экономика развивается семимильными шагами, она становится высококонкурентной, высокотехнологичной. Мы что, на обочине хотим стоять? Понимаете, даже не на обочине можем оказаться, а под откос уйти, в буквальном смысле. Анастасия, спасибо вам огромное. Вам спасибо. Будем освещать, будем рассказывать. А мы приглашаем вас, ваших зрителей, на Столыпинский форум. Пожалуйста, мы будем очень рады. Тут такой симбиоз получился и Ростех в партнерах МГИМО, крупнейший, наш международный, единственный, наверное, самый ведущий вуз страны. Поэтому уровень позволяет нам, надеюсь, как-то эту тему поднять еще выше. Без вас не справимся. Договорились. Анастасия Олегнович здесь сейчас, со мной в студии прямого эфира телеканала «Цареград». Наш телеканал будет подробно освещать работу Солыпинского форума, все подробности, эксклюзивные интервью, комментарии, новости с пленарных заседаний в нашем и телевизионном эфире, а также на сайте цареград.тв. На сегодня это все, господа. По будням, начиная с 18 по Москве, мы обсуждаем самые актуальные и острые темы в области экономики, финансов и политики. Меня зовут Юрий Пронько. До завтра.